Всем привет! С вами Мария Георгий Короленко, Florarium Plants. И сегодня у нас выходит на канале новый ролик, и мы будем делать Florarium с хищниками. Мы благодарим компанию Акваэль за осуществление данного ролика. Они предоставили нам вот такой вот кубик. И у него есть комплектация. Это кубик их новой модели и светильник у них родной. Это Lady Smart Day and Night. И второй мы попросили светильник. Это светильник классический Lady Smart Plan 2. Также здесь в комплекте идет помпа, насос и обогреватель. Но мы долго думали, как все сделать, и решили помпой и обогревателем сегодня не пользоваться. Мы долго думали, как сделать данное детище, и решили последовать нашему классическому методу с небольшими изменениями. Давайте начнем с того, что Florarium с хищниками это такая тема крайне скользкая. И будет много сегодня слов, будет много теории. Возможно, неоднозначные и спорные. Мы к этому готовы. Первое, что мы скажем, это то, что делает Гошел, он отбивает решетку. Это решетка обычная потолочная Армстронг. Ее можно купить у нас, можно купить в строймагазинах. Используется она для того, чтобы сделать некий остов флорариум. Из нее же делается дренаж. Хорошая штука. Хороша она тем, что она химически нейтральная. Но пока Гоша хоть все собирает остальное, я буду дальше вам все не вещать. Сейчас мы ее будем приклеивать при помощи термоклея. В идеале это надо делать на силикон. Можно использовать цианокрилат. Силикон, он более надежный, более пластичный клей. Термоклей ненадежное крепление, отваливающийся достаточно быстро при контакте с водой. И вообще со временем. Цианокрилат надежное крепление, но оно очень хрупкое на слом. Поэтому и плюс оно еще идет реакция с выделением специфического запаха и термическое одновременно. Поэтому, ну как мы видим, Гоша просто заливает сейчас внутрь туда ячейки. Это как бы всем уже не новость. Кто смотрел наши ролики, такие штуки знает. Ладно, я вернусь к хищникам. Значит, почему хищники неоднозначная тема? Потому что Инстаграм и вообще интернет, Пинтерест сейчас завалены огромным количеством красивых картинок. И про все эти работы можно говорить много и часами. Все говорят вай. Но никогда нам не показывают работу, которая прожила полгода или там год. Это связано с тем, что все-таки человек сейчас воспринимает очень многие вещи глазами. И мы долго-долго думали с Гошей, как нам поступить правильно в данном случае. И решили найти некую золотую середину. И решили мы делать более правильно, нежели более красиво. Значит, давайте немножко поговорим о хищных растениях. Что это такое? Это растения, живущие в достаточно экстремальных условиях. Живут они совершенно в разных уголках света. Часть произрастает и у нас в России, допустим, росянка круглолистная. И хищными растениями типичными для наших магазинов являются росянки, потом мухоловки, сарацени, непентесы. Изредка можно найти цифалотус, утрикулярии тоже. Все они растут в разных условиях. К чему мы приходим? К тому, что создать идеальные условия для каждого из хищников практически нереально. Во-первых, это огромный пласт знаний надо иметь. Поэтому мы сразу за аксиомы принимаем. Что красивая картинка с плоской плошкой, растущей в ней цветущей утрикулярии, это временное решение. Но не строить сразу пугаться. Это решение может прожить до года. Мы делали такие флорариумы. В принципе, это реально. Но если делать правильно именно для существования хищников, то получается, что мы делаем в корне неверно. Возможно, ролик у нас получится сегодня длинный, потому что будет много болтовни. Нам бы хотелось, как обычно, сделать кратко. Скорее всего, не получится. Заранее просим прощения. Но будем нагадывать много полезной информации. Вернемся к нашим хищникам, произрастающим в страшно разных условиях. Давайте еще поговорим о том, о чем редко говорится. Хищникам большинству видов требуется зимовка. Есть и виды однолетние, есть виды многолетние. Есть виды, спокойно перенесящие отсутствие зимовки. Есть виды, способные переживать несколько сезонов без зимовки. Ну, в общем, как вы видите, уже отсюда начинает голова кружиться. Поэтому мы будем усреднять условия содержания для всех. Будем исходить из следующего. Им всем нужен в первую очередь яркий свет. Мы всегда, говорят, зародеем за свет. И это 90% успеха. Мы на днях были на болоте, отдыхали. И я люксметром померила, сколько там освещенности. Рядом с лесом. Там было 90 тысяч люкс, ребята. Это в пасмурную более-менее погоду. Да, это был дождь. Я не знаю, сколько там было в Яркую. Это ребята бегали там с люксметром, смотрели. Но вы понимаете... 150 тысяч. 150, вон Бош, говорит. Представляете себе, 150 тысяч люкс. Это для нашей мелкой растянки круглолистной. Что говорить о других растениях, которые произрастают на болотах. Не знаю, в Бразилии, допустим. В Флориде в основном, в Сарацинии. То есть цвет нужен очень яркий. Такого освещения мы им обеспечить не можем, на самом деле. Это правда, к несчастью. Даже самые лучшие светильники, которые сейчас существуют, они, скорее всего, не дадут такой интенсивности. Дадут? Уже дадут. Но это вам Георгий как-нибудь отдельно лекцию по свету прочтет. Я как бы врать не буду, в этом не очень разбираюсь. Светильник подобрать могу, но всякие тонкости это вот Георгию. Поэтому мы будем брать неплохие светильники, под которыми, в общем, скорее всего, все будет расти. Мы еще потом люксметром под ними пройдемся. Но кроме интенсивности важен еще, конечно, и спектр, и качество диодов, и так далее. В общем, однозначно мы можем сказать, что Lady Smart Plan 2 хороший светильник. Мы под ним выращивали не раз растения. И вернемся к интенсивности, к люксам. Значит, в среднем получается, что на флорале он с хищниками нужно в домашних условиях выделять где-то 30 тысяч люкс. Это хорошие показатели, при которых они должны сохранять свою яркую окраску и, в принципе, могут жить. Жить они будут, наверное, и при 5 тысячах люкс, но ярко-красную окраску они, конечно, не дадут при таком освещении. Вот, дальше, дальше, следующий момент тонкий – это грунт и дренаж. То есть мы все таки думаем, о, они же растут в болоте, значит, им нужна вода. Ну, тут, на самом деле, тоже момент скользкий. Допустим, те же сарацени, они, на самом деле, не переносят в замкнутом пространстве воду у корней и предпочитают более сухое содержание. Это при том, как бы я вам все это рассказываю, но мы не являемся специалистами по хищникам. Ну, чтобы вы понимали, насколько это сложная группа. Допустим, мухоловки в обитании домашним рекомендуется обрывать цветоносы. Ну, в общем, и так далее. Значит, самое главное, что нам нужно понимать, это то, что у них не должен быть застой воды все-таки у корней. Во-вторых, это вода. Качество воды – это очень важно. Вода должна стремиться к ТДС к нулю, ну, соответственно, это осмос или дистиллят. С грунтом есть очень много вариантов. Мы сегодня будем пользоваться кислым торфом и сфагнумом, собранным на болоте. В принципе, это вполне подходящий грунт. Им пользуются те люди, которые именно содержат хищников коллекционно и разводят их. Значит, вернемся сейчас к тому, что делает Гоша. Гоша у нас уже вырезал донышко. Это верхняя часть нашего дренажного отсека. И сейчас он закрепляет ткань просто для того, чтобы все это не развалилось в разные стороны. И можно было спокойно с этим работать. Сейчас он еще будет делать трубку для отведения дренажа. Вы все это на видео увидите. Думаю, там объяснять не надо будет, потому что будет все и так понятно, наглядно. Вот. Значит, какой грунт нужен для хищников? Тут вариантов, как я говорю, уже несколько. Классический вариант это кислый торф плюс перлит или кварцевый песок. Нам нужно, чтобы наш грунт поддерживал по H4 желательно и не засаливался. Как это достигается? Перлит надо все-таки чаще всего выдерживать. Либо промывать и дистиллять, либо можно заливать, не знаю, там аккумуляторный. Серный это отлично. Травма на производстве. Там серная же, да? Серная, да. Серная. Видите, я уже запомнила, что в аккумуляторах серная кислота. Ну и, соответственно, потом все это замеряется по H метрам. То есть берете стаканчик, берете ваш грунт, наливаете туда воду и заливаете по H метрам. Ой, и проверяете по H метрам. Ну, соответственно, по H должен быть 4. Ну, или меньше. Ну, или меньше, да. То есть не больше 4. Если мы используем кварцевый песок, его надо очень хорошо промывать, потому что у него всяких много штук, храплений. Его тоже можно вымачивать кислоте. Но тут, в общем, если вы встретитесь с хищниководами, вам расскажут столько всего, что у вас мозг просто, скорее всего, в первый день не выдержит такой обилий информации. В общем, и то, и то является верным. И есть сторонники у той, и той теории. Есть еще, как бы, еще один распространенный вариант. Это просто сборка сфагнума. Обычно для этого берется новозеландский сфагнум, потому что он считается наиболее чистым. Мы будем брать сфагнум с болота. Минусы всех этих грунтов. И почему хищники нельзя держать с другими растениями в таком варианте? Ну, во-первых, минус основной. Со временем, при эксплуатации флорариума в замкнутом пространстве, так же, как и в горшке, происходит засаливание грунта. Это неизбежный процесс. Соответственно, периодически грунт надо менять. Вот, значит, грунты засаливаются, их надо периодически менять. Соответственно, кроме зимовки, мы уже имеем фактор того, что грунт, если мы хотим долгосрок, периодически надо заменивать. И плюс такой состав грунта, он должен быть пустой максимальный. И, соответственно, такой паш переживут далеко не все растения. Поэтому, если мы делаем правильный флорариум с хищниками, то обычно он делается только с хищниками. И то желательно не все виды между собой пересекать, а примерно подбирать их по условиям содержания. Если мы же делаем флорариум с хищниками как на картинке, красиво весь из себя, то мы понимаем, что у хищников есть некое генетическое... Ну, вообще, у любого растения есть некий запас энергии, есть запас выносливости. Если изначально растение хорошего качества, оно протянет. Может даже как-то приспособиться. Ну, в общем, в среднем жизнь таких растений заканчивается через 8 месяцев-год. И надо будет просто обновлять и принять это как аксиому. Вот и все. Что же у нас здесь происходит? Мы, собственно, делаем материал для задней стенки. Мы решили, что все-таки задняя стенка нужна. И сейчас нам Гоша расскажет, что он творит. Будем делать клиносмесь, но не по классическому нашему рецепту. Мы не будем добавлять сюда органитовый песок, потому что иначе у нас смыв с этой задней стенки угробит все наши хищники. Потому что органитовый песок очень сильно поднимает пааж. Мы будем использовать кислый торф в глиносмеси вместо нейтрализованного по той же причине. Также мы сюда добавим низовой торф. Он имеет чуть более высокий пааж, чем верховой торф. Это около 4. Но он имеет гораздо больший запас питательных веществ. А в глиносмеси они нам нужны для тех растений, которые будут на ней расти. Питательные эти вещества в большом количестве не будут вымываться в основной грунт, где будут сидеть у нас оросянки и жирянки. Но дадут питание мхам и тому, что мы сюда посадим. Ну, теперь мы делаем заднюю стенку. Все классически. Почему мы все время используем глину? Ну, потому что в маленьких объемах она самый быстрый результат дает. И самый простой материал. Чистота, залог, порядка. В качестве дренажа мы использовали разнофракционную лаву. Вообще лава тоже, только в теории, химически нейтральна. На самом деле она тоже имеет свои плюсы и минусы. Можно еще использовать пеностекло. Но оно белое. И его тоже надо вымачивать. Значит, сейчас мы будем вставлять дно. Вот такая штука у нас получилась. И сейчас, чтобы туда не засыпался грунт, мы сделаем небольшую затычку для отверстия для слива для ножа. Сейчас мы замешиваем грунт. Это торф нужного уровня PH с предварительно вымоченным перлитом. Перлит в данном случае промывался несколько раз дистиллированной водой. Он, конечно, не настолько идеален, как надо. Но будем считать это все отчасти большим экспериментом. Наша с вами задача, чтобы этот флорариум прожил года два. Вообще можно использовать чистый торф. Некоторые люди тоже так делают. В аптекарском огороде у нас внизу лежит чистый торф, а сверху был сфагном. Сейчас мы тоже поменяли на смесь кварцевого песка и торфа. Посмотрим, кто на что как реагирует. Укладываем грунт. Декорировать будем лавой, потому что по нашему наблюдению жирянки неплохо на ней живут. Вообще жирянки наиболее, наверное, выносливые у всех хищников. Но вообще обычно все все равно. Мы тут решили перестраховаться. И, наверное, даже слегка разошлись во мнениях. Но, наверное, Гоша прав. Мы решили покрыть лаву дополнительно еще глиной. Потому что... Глиной с торфом для того, чтобы лучше удерживалась влага. В общем-то, только для этого. Потому что баночка маленькая. Я боюсь, что будет подсыхать периодически, если забыть опрыскать. А мы точно заводим. Это как пить дать. Вот такой у нас хард. И сейчас мы будем покрывать это все. Вот этой жирей. Гадость. Но полезный. Вот наши красавицы. Здесь в основном жирянки и россянки. Растения предоставлены Сергеем Куницыным. Пауэрру. И здесь даже есть какие-то крутые. Посмотрим. Бината. Это достаточно такой нечасто встречающийся вид. Вот. Спатулата. Ну как? Где фокус? Фокус. Спатулата. Вот эти малявочки. Это у нас... Фольгела. Ментидула. Дальше некая Коллинз. Ну вот это уже не редкость. Тоже жирянка. И вот здесь какая-то интересная жирянка. Но что-то ей не очень хорошо, видимо, было при переезде. Но мы ее тоже посадим, потому что здесь, в общем-то, несколько старых листьев. И она должна прийти в себя. Гоша отмывается, а мы смотрим, что у нас вышло. У нас вышла вот такая некая конструкция забавная. И сейчас у нас будет закладка сфагнума и посадка. Сфагнум, собранный на болоте во время шашлыков. Всякие травки. Травка какая-то. Да, мы, кстати говоря, уже пользовались подобным сфагнумом. То есть, на самом деле, по такой технологии мы уже работали. Поэтому мы вполне уверены в успехе происходящего. И самое интересное, что в этом сфагнуме еще местные россияночки есть. Вот. Сейчас, фокус. Ага. Она сейчас немножко некрасиво выглядит, но так они очень классные. Их там очень много. И они, кстати, вполне себе сижены живут до зимы. Сфагнум тоже будет расти. И причем он будет расти гораздо быстрее, чем хищные растения. И его придется периодически подрезать. Иначе растет до верха флорариума. Это он может. У нас в этом году проходил конкурс дизайна флорариумов. И в том числе было несколько работ с хищными растениями. И там была представлена работа нашего подписчика, Романа Новикова. Он... Мы даже помним, как он собирал эту работу с хищниками. Там сарацени у него, россиянки и, по-моему, мухоловка. Примерно в таком же кубе. И, кстати, по-моему, даже акваэлевском. Вот. Собрана работа тоже на основе сфагнума. С хищниками, с хорошим светом. И он прям берет этот куб, уносит на зимовку, на балкон. И ей уже на тот момент было полтора года. Сейчас уже, получается, наверное, все два. Все живет, как бы, все нормально. Так что, если надо будет, попишите в комментариях. Мы скинем ссылочку. Посмотрите на эту работу. И, наверное, Роман будет даже рад на все вопросы ответить. Здесь заднюю стенку мы заращиваем экспериментальным методом. Обычно мы используем мухи из аквариума. Яванский, рождественский, виппинг, стринг и так далее. Они беспроигрышно растут в таких условиях. Сейчас мы взяли мох с болота, с пня, где были условия по суше. Поскольку хищникам нужна большая вентиляция, мы решили посмотреть, как будет себя чувствовать он. Ну, если ему будет не очень хорошо, то мы заменим на обычный наш подбор мхов. И будет выглядеть это вот так. Это две недели от старта. Через месяц тоже будет полностью зеленая стенка. Поэтому, если будете повторять, то имейте в виду, что то, что делаем мы сейчас на задней стенке, это эксперимент. Немного марафета. Мы тут наковыряли еще круглолисных. Тоже будем их сажать. Моя любимая часть. Сажать, сажать, сажать. Сажать, не копать. Сначала посадим жирянки, потому что мы их будем прикреплять на камни. И будет сыпаться грунт. Корневая система у жирянок слабенькая. Можно сказать, ее практически не было. Но ничего, корни они пустят. Поэтому просто прижимаем их. Подождите, куда-нибудь. Ну, по сути, мы их прикладываем, потому что хищники, они не очень любят пересадки. Мы их просто прикладываем и слегка прижимаем. Давайте, малышки, растите. Так, вот это вот интересно. Практически без корней. Ничего, растет, живет. Эту можно поделить на много частей. Мох, который вырос на торфе, вместе с жирянками тоже прикрепим на эти же камушки. Думаю, он там будет хорошо расти. Вообще, в идеале, если вы берете Голландию, основные хищники сейчас Голландия и Дания, то родной грунт желательно по максимуму удалять, потому что он 100% пропитан какими-то гормонами, поддерживающими внешний вид растений идеальными. И если вы возьмете растение от заводчика, то оно никогда так не будет выглядеть, так как перевозное. И, соответственно, не бывает худо без добра, и рано или поздно эти гормоны сыграют с растением плохую. Ну, не роль, не знаю. Сделают свое дело, и оно начнет, скорее всего, деградировать, в том числе и из-за этого. Большинство хищников сажаются методом перевалки, но это все зависит от корневой системы. То есть, мы, самая главная наша с вами задача минимально повреждать растения при пересадке. Ну, то этот мох, он 100% будет спокойно расти, потому что это, уже он в таких условиях живет почти изначально. С теми растянками такая штука. У них корневая система, стержневая. И если этот стержень сломать, растение очень долго будет восстанавливаться, и может погибнуть. Поэтому максимально аккуратно достаем ее из торфа, стараясь не оторвать этот длинный корень. Вот корешок этот. Его ломать ни в коем случае нельзя. Это не маленькая россянка, она вырастет еще раза в три, наверное. Поэтому сажаем ее ближе куда-нибудь к заднему плану. Вот сюда. Просто разгребаем сфагнами отверстия. Надеюсь, вам видно. Ну, видно, видно, через стекло, но все же. И погружаем туда корень. Все. И немножко трамбуем. Это дрозера Алисии. Она небольшая, вырастет еще, может быть, в высоту раза в полтора. Сажаем ее на средний план. Сюда, например. С корневой системой тоже надо быть аккуратнее. Она тоже стержневая. Теперь посадим дрозеру Бинату. Сейчас она пока в таком маленьком виде, в горшочке. Видимо, недавно зашла из семян. Но вообще это здоровенное растение. Листья у нее бывают 30-40 сантиметров. Поэтому посадим ее тоже на задний план. Если она вырастет совсем уже здоровой, придется ее отсюда убирать. Тут растенец совсем маленький, поэтому, наверное, придется сажать вместе с земляным комом. Эти растения уже не из Голландии, не из Дании, не из питомника. Судя по грунту, это Сережа сам уже выращивал из семян. Поэтому земля тут хорошая, мы ее оставляем. Остались у нас еще вот эти россянки. Все разные. Эти россяночки относятся к пигмеям. Они маленькие. У них интересный способ размножения. Кроме семенами и отводками, они дают почки, называемые гемами. То есть, когда растение уходит в зимовку, у нее на листьях образуются эти маленькие почки. Они меньше миллиметра размером. Само растение погибает, почки зимуют. И на следующий год, после зимовки, вокруг появляется множество мелких таких россяночек. Корень. При таком размере растения. Ну, мы решили не бросать исконную фауну, ой, флору этого сфагнума. Это круглолисные россянки. Ну, как я уже выше говорила, они больше год, скорее всего, не протянут. Обычно они к осени деградируют. Вот что у нас вышло. Та-дам! Мы столько-столько сажали, и вот у нас такая крутота вышла. Выглядит вполне естественно, не особо ярких цветов. Но мы всегда стремимся к природности, поэтому это вполне работа в нашем стиле. Напоминаем, что композиция хищников в аптекарском огороде примерно по такому же принципу была посажена. Но там гораздо большая площадь, и там все намного лучше с вентиляцией, но, скорее всего, хуже со светом. Вот. Сейчас мы все это протрем. Вообще, на самом деле, хищным растениям требуется достаточно хорошая вентиляция. Они, на самом деле, не очень любят полив через лист, но наша теория... Смотрите, в природе никто их там с зонтиком над ними не стоит, и идут дожди, и совершенно спокойно они это выдерживают. Поэтому не надо бояться поливать их сверху, опрыскивать. Просто не надо это делать там каждые 5 минут подбегать и заливать их. Достаточно по мере подсыхания субстрата делать увлажнение. Удобрять их пока ничем не надо. В дальнейшем, скорее всего, тоже. Вот. Азота, содержащегося в сфагнуме, он там есть, его там немного, но есть. Вполне достаточно для россянок. Удобрять придется мхи, которые растут на задней стенке. Вот. Делать это нужно аккуратно, вот, чтобы удобрения не попадали на россянки и на сфагнум. Сфагнум засолится иначе. Удобрять нужно разведенными в 2-3 раза удобрениями для орхидей или для тилансий. Вот. На первое время мы все равно это замотаем пленкой. Оставим небольшой кусок вентиляции. Потом мы потихонечку по обычному режиму будем снимать это все. И вполне возможно, у нас сейчас влажность в магазине уже повыше, чем была. Вполне возможно, что он вообще жить сможет открытым. Проверим. И что-то важное мы упустили. А, мы упустили свет. Сейчас мы поставим с вами светильники сначала, прежде чем упаковывать это все. И померяем, что же у нас выходит со светом. Красота. Все белое. Но уголки, наверное, пока не будем ставить. Та-дам! Минута истины. О, все загорелось. Сразу экспозиция зашкалила. Давайте посмотрим поближе. Ну, на наш взгляд, вполне симпатично. Ты что скажешь? Нормально? Доволен своей работой? Сейчас померяем. Видите, Гоша интересует только люксметр. Мы купили крутой люксметр. Ну-ка, что он показывает? 10 тысяч люкс. 12. 14. 20. 20 это на уровне, ребята, вот этой вот пингвиковой. В общем, на уровне сфагнума 10 тысяч люкс. Это вполне достаточно. Это не прям так, чтобы очень много, но для роста и окрашивания этих растений хватит. Ну, потому что они не красные сильно. На самом деле можно было бы больше. Красный сфагнум, скорее всего, позеленеет. Потому что ему нужно значительно больше освещения. Слушай, а давай-ка померяем один, который я хочу из новой линейки посмотреть, сколько. Это вот этот? Нет. Вот этот. Да, ну вот этот вот, который Day and Night. Ну, я посмотрю, сколько он выдает. Ну, там еще на 1 диода будет смотреть, но это я просто для того, чтобы понимать, можно ли это в травниках использовать. 5 тысяч, 4 тысячи. Ну, нормально, в общем. Ну что, вот так вот у нас вышло. Сейчас мы сделаем пару фотографий и будем упаковывать. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой работе. Желательно положительной. Ну, можете написать что-нибудь плохое, ладно. Ну, что ж, с вами были Гоша и Маша. Компания Florarium Plants. Мысленно с нами еще был Акваэль и Flower Roo Сергей Куницын. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok